Эти работы призваны вдохновлять, вот, то есть мы должны получать впечатление, а формы, они каждый раз разные, потому что мы меняемся каждый день и то или иное мысль, то или иное чувство я доношу каждый раз через свою работу, которые близки людям, которые приходят и они чувствуют отражение своих каких-то эмоций, своих каких-то стараний. Это встреча с чем-то, с прочитанными книгами, это встреча с какими-то юношескими мечтаниями, если люди в состоянии поиска себя. Каждая работа это как каждая песня, то есть она не повторяется, это как каждая мелодия, это как разный аромат, мне неинтересно делать одно и то же. Наш браслет как отпечаток пальца, это идентификация, настолько четкая, настолько тонкая, то есть я говорю это очень сравнимо с мелодией, которая нравится, это сравнимо с ароматом. Это всегда было актуально, начиная с ведических времен, мужчины носили браслеты, и это было истинно мужским украшением, и даже не украшением, это манифест, это сила, это латы, которые защищают мужчину, воина, защитника. Да, это скорее артефакты, которые собирались на протяжении 30 лет, вся штука в том, что я начал делать браслеты и украшения мужские, женские, но в основном мужские, с 10 лет, то есть мне сейчас 48 лет. На каждую мою работу уже есть покупатель, тот человек, который ей будет обладать, только он об этом пока еще не знает, он придет в свое время и получит эту вещь. Дело в том, что сейчас время очень непростое, трансформирующееся, оно вообще такое пластичное, смотришь, сегодня это одна картина мира, завтра это же другая. И вот этот век глобализации, когда стираются границы культур, стираются границы религий и даже полов, и вот в данном контексте, то есть дизайнеры многие, они пытаются сохранить, и мы в том числе, сохранить вот культуру, сохранить утонченность, сохранить индивидуальный подход. И вот в частности я делаю женские украшения, пытаюсь сохранить женственность, чтобы через украшения женщина могла проявить свое настроение, свою чувственность, свою уникальность. Вот зазвучай для этого мира, какая она. Женщина приходит к пониманию, когда ей нужно пользоваться камнями и украшениями, фактически, как только она начинает ходить, потому что она тот же лезет в шкатулку к маме и одевает сережки, бусы и все. Природа женщины, она такова, что она сразу знает, что нужно украшать себя. Я очень люблю подбирать украшения для женщин, я всегда внимательно наблюдаю, на что же среагирует женщина, как она смотрит, когда зажжется у ней глаз, когда забьется сердце. Мне очень интересно, что она выберет сама. И когда я вижу, что произошел какой-то момент коннекта, то есть я уже тогда включаюсь и начинаю понимать, что этой женщине нужно в жизни, что ее раскроет, что ее сделает сильнее, счастливее и помогая выбрать таким образом украшение. А еще я очень люблю делать украшения под наряды женские. Вот, допустим, у женщины есть любимое платье или на какой-то праздник или свадебное. И вот именно под конкретный наряд я люблю изготовить это украшение. Я также занимаюсь ведической астрологией, и это пришло ко мне уже потом, после дизайна камней, потому что работая с камнями и чувствуя их энергии, их настроение, что это очень необычные природные вещи. И также люди очень много интересовались этим. Я начала потихоньку изучать, какие камни лучше носить для успеха, для счастья, для отношений, улучшения отношений. И когда-то я для себя заказала такой гороскоп, по которому открываются лучшие камни для судьбы. И когда я их попробовала носить, был эффект очень сильный, сравнительно с другими камнями. И я поняла, что тема работающая, чрезвычайно интересная, она волшебная. Мы начали с супругом делать на заказ специально для человека, под убранные камни, по монатальному гороскопу. И эти браслеты люди очень любят, носят и годами, и пишут нам, и это классно. В этих работах, это часть моих работ, в них прослеживается дух странствий, путешествий, дух непокоренных городов, невзятых бастилий, недосказанных слов любви. Тут масса романтизма и решимости сделать себя и через себя этот мир волшебный. Вот интересные судьбы, интересные формы. Если эти формы будут близки вам, то я буду счастлив. Приходите. Мы ждем вас и готовы поделиться нашей любовью с вами. Субтитры создавал DimaTorzok